Да, обычная семья. Но мама у нее умерла года 4 назад. Отец обычный работяга. Сестра вот в Воронеже. Ой, переехала она давно, она закончила школу, и у нее там родственники. И вот они ее забрали, она там училась. В техникуме или где-то, и вот потом так там и осталось. В квартире у нее, по-моему. На молодежке, а потом вот у нас там была однокомнатная квартира. И тут просто девчонка предложила, она уезжала, говорит, вот квартира будет сдаваться, там двушка. И мы переехали в двушку. Все, и к работе ближе. Как бы она говорила, надо переезжать, переезжать. Она прямо искала квартиру, и вот эта вот подвернулась. А вот по какой причине она так активно искала, я не знаю. Я ее в Воронеж завозила, оставила, и сама, вот у меня тоже отец здесь живет, где ее. Мы с одного поселка. Я на своей машине ее завезла, оставила, сама в Тамбовскую область поехала. Потом она оттуда уже вернулась в Раменское. С Натальей мы росли вместе, она много младше меня. Стремилась к богатой жизни. Работала она на РПЗ, до этого в садике с младшим воспитателем. Вот, познакомилась вот с этим вот. Сначала вроде Максим он был, потом оказался Артем. Я его вот видела один раз. Была Пасха, мы были здесь вот в Тамбовской области, я приехала. И мы на кладбище пересеклись, и вот она с ним была. Он просто стоял, я к ней подошла, мы поздоровались. В принципе, что мы виделись только. Вот, я спросила, вы когда поедете, она говорит, сегодня, и все, то есть, ничего, нормально. У них были конфликты, я ее забирала, он даже убил ее. Она мне звонила, приедет, забери, я ее забирала. Вот, ну и потом они вроде как все разошлись. Она что-то там с какими-то вот этими, вот он же какой-то занимается антиквариатом или чем-то там, вот чем-то таким. И что-то она там влезла на какой-то сайт, раздобыла какой-то доступ и тоже вроде как начала этим делом заниматься. И он там что-то типа, давай прекращай. Ей она, ну, с ее слов она типа, он там ругается, бесится, что вот я ему конкуренцию составляю, там что-то такое. Ну, как бы она еще и в принципе ничего не продала. Это там, грубо говоря, месяц вот этому всему делу. То есть он ее прекращая, она не соглашалась на все это дело. Провоцировала ее, скажем так, она входила в тот же спортклуб, куда и он ходил в то же самое время. Вот, и говорил, что он ее там еще топить пытался в этом, ну, в бассейне. Ой, она с ним начала встречаться где-то в ноябре, мне кажется. Ну, холодно уже было. Ноябрь, декабрь, может быть, вот так вот. Она сказала, что в интернете, в одноклассниках, он ей написал. Ну, как-то пару раз они куда-то съездили, типа свидание. И потом она уже у него стала там, то есть вот с этим вот бизнесом, он ее там туда что-то, она ему помогала. Потом уже она дочь свою забрала туда. Ну, она там неделя у него, там на два дня придет, там вещи свои возьмет, какие там переодеться. Опять возвращается, потом там вот разругается, придет. Потом смотришь, нет, нет, опять к нему ушла. Ну, ушла, ушла что-то. Какой-то там был, сейчас, блин, я, он армянина, я им не помню. Авик, что ли. Ой, познакомились они прошлым летом. Вроде что-то у них там какие-то отношения начались, потом она узнала, что он женат. И, в общем, вроде как, как она говорила, так друзья общаются. Она как-то в последнее время вот вообще ни с кем она. И этого Артема избегала. И все, вот, она дома вообще была постоянно. То есть если раньше она там гульбанила, ездила там с подругами, то в последнее время вообще она просто дома постоянно. Вроде как у него фирма называется Макс. И все его зовут Макс. Вот, а по паспорту он оказался Артем. Ой, ну у них какой-то сайт, в общем, там вот эти вот торги, аукционы. Вот, и доступ к этому сайту, ну, то есть нужно как-то вот получить. И вот, видимо, она получила к этому сайту доступ. Скупал он абсолютно все. И книги, и елочные игрушки. То есть, ну, он знал, что стоящие, что нет. И фарфор, и, ну, все-все. Куклы какие-то там советские. Ну, вот то, что она рассказывала, то, что он приносил там, или вот что-то такое. И перепродавала там уже. А на том самое. Ой, там какие-то статуэтки были. То ли мышата, то ли не мышата. Целая коробка. Потом люстра какая-то большая, резная такая. Вот, там ничего еще. Кжельские вот эти вот все разные статуэтки какие-то. Часы большие. Сто летом вроде как этим часам. Уклы советские. Она вроде говорила, что выставила их. А вот выставила или нет, я вот сама не видела. Работала она, да и все. У Ногинской квартиры, тут квартиры, где-то в Жуковском квартире. Автомобили у него на фирму вроде как. Она же там все пробивала. То, чего, на фирму оформлены. Тогда была Toyota Camry. По номеру машины, в общем, что машина на фирму. Фирма оформлена на него и на отца его, что ли вроде как. И вот что квартира, вот, раненская вот эта вот на нем. Ой, она мне написала вечером, накануне. И говорит, говорит, ты не говорила, где я живу, Артему? Я, да нет, говорю, я даже с ним не общалась никогда. Как нафига мне говорить? Ну, говорит, он узнал даже адрес и даже квартиру. И прислала мне стрим, вот этот вот, где он ей писал адрес и квартиру и этаж написал. Она говорит, как мне от него отвязаться? Я, не попадаясь на глаза и заблокирую его везде. И она говорит, приезжай скорее. Я говорю, я в ночь завтра выезжаю. Ну, вот я вчера должна была выехать, но и не поехала. В общем, смысл уже ехать. Она сдала, чтобы я приехала домой быстрее. Ну, мне кажется, там и ревность, и вот это вот. Ну, вот бизнес, вот я не знаю, потянула бы она его. Нет, мне кажется, это все игрушки. Потому что она не ходила вот в этот вот фитнес-центр какое-то время. И потом пришла туда. А он говорит, типа, зачем ты опять появилась? Я только в себя пришел, типа, тебя не видел месяц, типа, ну, не попадайся мне пока на глаза. А она специально, типа, я тебе устрою, вот устроила. Нет, она просто ушла от него, она не стала с ним, она просто вот. А он ей нужен был, чтобы вот спереть у него вот это вот все дело. Ну, она говорит, что он псих. Он больной, псих. Я думаю, а что ты тогда судьбу испытываешь? Он тебя раз излупил, второй раз излупил. Все. По-моему, это был май месяц. Ну, уже тепло было. Но он, ну, под глазом у нее такой синячок был. С лестницы что-то спустила, вот под глазом у нее опухшее было. Ну, стремилась она с такими людьми, знакомиться с такими людьми, с обеспеченными. То есть, и вот мечты у нее были о красивых машинах, домах и всего такого.